Смотрите, достал красную, игрок на мере 3 обновитесь, смотрите, ну, дам небольшой посыл, я вообще на первом боксе не люблю давать посыл и вообще, ну, много говорить, но дам посыл, смотрите, мне кажется, что красным не хватает немножко, даже вот я был две игры мафом, одну выиграл 3 в 3, но там первый, я считаю, вскрылся плохо и можно было докрутить, чтобы сняли один и там не проиграть игру. Сейчас была угадайка, где второй, по идее, выиграл 2 в 2, если он маф, и можно было снять один. Вот не хватает немного красным, я считаю, что красные играют неплохо, но вот где-то в какой-то момент, ну, какие-то аргументы маленькие, они пропадают из игры, вот я хочу, чтобы каждый красный постарался покрутить эту игру, потому что я красный, я хочу выиграть эту игру. И плюс я ночью думал о том, что я хочу оказать поддержку игроку номер 4 заочно, я знаю, что многие это не любят, но у игрока номер 4 сегодня тяжелые игры, и я хочу его поддержать и пока с ним заочно до его речи сыграть. Вот так. Может, он бы поговорит плохо, но пока что я хочу сыграть один 4. Забавно, забавно. Доброе утро, город. Так, а первое, хотите говорить или нет? Я посчитала вас красный, но я бы, возможно, послушала, не знаю, ну, у меня красный, я бы послушала вашу, возможно, позицию. Я бы с вами сыграла, мне сейчас могут, короче, разные мнения путают, типа, если ты там берешь этого игрока, нет, если назвать его просто красным, это как бы ты не играешь в нем, ты просто дал ему цвет красный, но не поигрался. То есть ты осторожно, ты оставляешь ему шанс быть черным, и, типа, можешь выставить, но если я его сейчас возьму по логике, хотя на разных столах, типа, считают по-разному, типа, я его сейчас возьму, и я же его сейчас выставлю, и, типа, ко мне будет по какому претензию. Но у меня так. Ну, давайте другой, просто, давайте другой просто выставить, давайте просто не буду на себя брать. Давайте другой выставить первого, я сыграю с первого, он мне сейчас серый, вот прям красный, больше красный, прям так на черном сыграть, заранее, ну, типа, с четвертым, там, с кем-то, я не думаю, что это слишком нагло, поэтому пока считаю его с красным, вот мув для меня пока больше красный. Вот прошлая игра, в принципе, понравилась. Да, 3-4-10 нельзя было связать. Надо было рисовать, что 3-4 и между... Никогда в жизни не слышал такую плохую речь со второго бокса. Честно. Вообще никогда. Просто 60 секунд поговорить ни о чем. Очень жестко помазать. Я крышую 3 всю игру. Спасибо, Клаус. Ты когда сам на тромбоксе сидишь, лучше затраешь? Первый. Будешь говорить, хочешь или нет? Первый. Да будешь ты говорить, первый или нет? Не будешь. Все, не будешь. Тогда постарай еще поговорить. Мне понравилось, как она мажет. Первый красный, первый серый, ближе к красному. Серый, я с ним поиграю, но выставлять не буду. Пусть кто-нибудь другой выставит. Я поиграю, в принципе, больше ничего говорить не буду. А первый дал хороший посыл, я сыграю 1-3. Вторая просто... Я дам ей шанс стать красным на Попиле, но сейчас это худшая речь. Даже я такую плохую речь пока не давал еще. Нет, ладно, давал еще хуже, но в целом просто так для аргументации сказал. Мне не понравилась речь. Потом послушай. Свят, готов? Короче, во время речи игрока номер 2 смотрел на игрока номер 7. Подумал, что 2-7 точно не вместит черный в этой игре, и так как вторая у меня более подозрительная. Мне понравился игрок номер 7. Играю 1-4-7. Смотри, во время речи второго игрока сидел му вот так вот. Я не думаю, что если бы они вместе черные были, он бы сделал так. А если она красная, он черный, он бы просто посидел с обычным лицом, закурил бы сигарету, а потом бы вот так вот вклепал в игрока номер 2. Поэтому считаю игрока номер 7 заочно красным. Играю 1-4-7. Речи игрока номер 3 не понравилось. Сказал, но 2 погорела так себе. Хуже речи не слышал. Почему, что, как. Поэтому 3 тоже не понравилось. Хотя 3 более красные, чем 2. Играю 1-4-7. Блангер, ты оказал ну, на этот круг схемяешь кому помощь? Мафу. Смотрите, я окажу поддержку счастнее. Ну, вообще в целом. Потому что, ну, что-то все игры в нее просто едут. вот, ну, просто вот так вот. Вот так вот. Вот так вот в нее едут. Но весна, на самом деле типа речь была, ну, правда, ну, прям очень плохая. Потому что в речи 1-го не... Ну, короче. В принципе, у 1-го типа речь, но в ней можно было что-то там, узнать, обсудить его речь. Но у тебя этого не было. У тебя речь... Вот если я с 1-го играю, помел выставить или нет. Вот это, в принципе, я отвечу. Поэтому я сыграл 1-3-5. Я думаю, первый уверенно красный цвет. Смотрите, я сразу отмечу. Уже две таких было игры. Что если 5 черный, вдруг, то он черный точно с 2. Потому что вот эта история, Клаус, меня немножко утобила. Ну, я выскажу поддержку, но речь была так себе. Один раз с сельей, второй раз с сельей. Сейчас теперь с весной. Но, честно говоря, поддерживаю слова того, что типа надо весну поддержать. Потому что первый раз у нее заиграли, второй раз у нее заиграли. Ну, по позиции игровой, а просто эмоционально. В плане того, что типа ее ебашут, там грубят, что-то это не очень здорово. Вот, смотрите. Я не посчитал речь игрока номер 1 достаточно красный, чтобы игрок номер 2 мог его взять. Но у меня 2 чернее, чем 1. Теперь уже переходя к игре. Мне понравилось, что игрок номер 3 я это отметил. Я считаю, что в 1-2 вряд ли двойка черных. 2 почернее, чем 1. Я считаю, что игрок номер 4 имел право сказать, что игрок номер 3 сказал речь так себе, но он видел, что игрок номер 5 сразу сказал, что он 3 крышует. Поэтому я думаю, что не против 1, я поиграю с 3-5 и 4 черным не считаю. А почему у пятого игрока четвертый вдруг сразу черным нарисовался? Это он так не объяснил. Сказал, что второй игрок должен... Блин, а четвертый игрок сказал, что 3 почернее, чем 2. И за что он тут черный? У тебя 3? Что 2? Ну, я просто так и не помню, почему пятый игрок... В третьем более красный, чем 2. Ну, хорошо, да, я с этим в принципе не спорю. Ну, потому что второй игрок, вы просто действительно говорили не про речь первого игрока, а про то, выставить или его не выставить. Пятый игрок говорит, надо проговорить про речь первого игрока, про первого игрока ничего не говорит, про его речь. Подозреваю пятого игрока, шестого игрока подозреваю чуть меньше, ну, аргумент у него в принципе хороший. С четвертым игроком пока не поиграю, пока поиграю 1-6. 1-6 7-я команда на этот круг, но все накрасняли первого игрока, хотя как бы, типа, речь у него прям была ну, такая довольно банальная, типа, да, давайте подмечать мелкие аргументы. Можно сказать и на черном, такое правильно? Можно. Но никто ничего 5 игроков для меня не может дать не такой игрок что 4 игрок номер два поэтому этот аргумент давали дин кстати 3 групп точно не дом в этой игре он завис до игры в одном положении так развить в нем же но поэтому я думаю что третий игрок скорее всего здесь асмирс как его на красняли стильбок номер четыре вы сказали то что седьмой игрок вот так вот сидел на речи так может быть 27 двойка вы не рассмотрели вот здесь сейчас атака тьмого 5 игру говорит окажу поддержку второму игроку играет один три пять выставляет первого вот скажите мне как это разбирать все 5 вы просто выйдете папа ну так вы если вы на красный но вы сами нелогично играете вот чем проблема вот так вот аккуратненько сделаю постойка ой ну просто ну глеб это прям плохо 4 горит 27 не двойка именно по тому аргументу что 7 сидел так я конечно так не считаю я считаю наоборот как раз таки на 4 использовал аргумент именно так что я помню как-то когда ума плохо поварил как раз таки вот так вот сидел просто шоке бывало такое вот поэтому я подумал что 27 потенциально может быть на 4 именно он акцентирован использует аргумент не так пятый игрок кашевал 3 сказал один уверенно красный четвертый игрок сказал что между 23 прекраснее от 6 до 2 игра хочу заметить от весь стол отказался я не думаю что 2 10 и еще под команда поэтому я поиграю 1 2 3 1 2 3 7 заиграл 6 что в принципе мне поговорил как понравилось они на 6 поиграю думаю не больше дома заиграл смотрите 4 немножко подозреваю закраснение 7 заочно не аргументная 8 просто подрывать мы просто черный ингид последний настал с найти для поп на весь бонгер перешь выставить день мы встанем бонгер с кем-то перешли вставать 18 ok половинками мне речь игрока номер 8 было не то что непонятно потому можно пожалуйста на речи не давать прямо вот спасибо перед голосованием можно было успеть мне речь игрока номер 8 не только не услышалось из-за того что он рыбовосит ему все показывают обновляясь со мной вообще на стол не смотрит 3 сидел в таком же положении глеб это ты лагаешь вот почему ты сидел в таком же положении 4 говорит все не сидел бы в таком если мой маф вот так вот поговорил на втором слоте я не только вот так сидел я б стал ушел бы со стола скорее всего мне кажется веста красными вот говорили в 8 обновись короче я не знаю мне 2 не нравится клаус я не понял что-то за поддержка нужна там не нужна поддержка за за подобные речи но типа я не считаю что проверка в Тебя нужна. Послушай меня, пожалуйста. Потому что 1-3 это хорошая команда. Хорошо. Раз хочешь, тебя проверят. Я надеюсь, комиссар это сделает. Короче, 3... Глеб, если ты опять в этих играх красный, но от этого уже тошнит. Ну какие 1-2 вместе черный, подозрительный 5, красный 3... Что ты вообще наговорил? Я думаю, кстати, красный 3. Я думаю, красный 9 за свои мысли. Я думаю, что не черный 2, как по ней именно стол поговорил. Хотя я думаю, что не черный 4. Вот такая вот история. Ладно, я буду поспокойнее. Я не говорил то, что 1-2-2. Я сказал, что потенциально может быть. Я не знаю цветов. Поэтому я такого не говорил. Я сказал, что 3 у меня покраснее. Но в предыдущей игре показало то, что первого игрока на предыдущей, который сейчас на 10-ом сидит, все окраснили. В итоге он был черным. Вот не мои проблемы, что красный игроке окрасняет черных. Я сказал, что я буду играть по своим цветам. У вас в речах, у самих нелогичные команды. Пятый игрок говорит, окажет поддержку 2, играет 1-3-5, выставляет первого. Ну вот что это? Главное, проверьте 8, если он красный, я сдаюсь. За подъем проголосовало 0 игроков, если че. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Думаю, третий черный показывал на меня отстрел. Думаю, первый не красный и девятый. Сказать на подъеме, что девятый, красный, когда девятый выкидывает меня из команды 1-6-7, которую я собрал, говорит, 6 поговорил хорошо, первый поговорил хорошо, заиграл 1-2-6, выкинул меня. Почему? Почему выкинул меня? Непонятно. Короче, вот это зона подозрений. Но в 4-5 должен сидеть, маф по позиции, поэтому кто-то из 1-3-9 красный. Вы все заиграли первого игрока, никто не отыграл против третьего игрока, это ваши проблемы. Почему первый красный в этой игре, я так и не понял, вообще, от слова вообще. Против второго никто не сыграл, вторая, я думаю, красный. Восьмой, я не знаю, почему у всех восьмой черным сюда. Класс, чтобы угрыть на красном, плохо. Сразу понятно, кто начинает визжать и цепляться, очень даже удобно. Мы стоим от этого игрока, я думаю, что здесь пятый красный, если между 4-5 у нас сидит, у нас четвертый от этого черный, но я просто от логики сейчас отстрелившись, а игрока говорю, не от своей логики. Спокойнее, что с вашим взглядом? Вы поговорите, скажите свою позицию. Я думаю, что восьмой здесь просто признался, а у меня стрим, а, стрим вернулся. Думаю, что возьмой просто признался, у него очень изменился вообще эмоционал, то, что он говорил, как он выезжал в пятого. Я вообще подозревала, что 7-8 просто вместе черные, которые въехали просто вот так вот в пять, просто вот так вот. Я там ни за сердечки, ни за что, я просто считаю игрока номер пять красным. Я считаю, что первый больше красный, который начал перелиться с восемь, я думаю, что первый красный от этого. С кем восемь, я не знаю. На этой логике с четыре, девять вроде нормально поговорил, я не знаю. Надо разбираться, дальше слушать. Вот. Так что восьмого точно сейчас я буду голосовать. Девять, а с кем ты поиграл в лост? Один, два, три, шесть. Опять чем тебе не понравился? Опять не понравился? Ну да, ну пусть крышует. Я сыграю то, что первый красный, то, что девятый красный. Пять, шесть я не до конца уверен. Игрок номер четыре, ну типа, просто странно по мне поговорил, мне это не понравилось. Вот. Во вторую вроде никто не въехал, да, прям жестко, особенно во второй половине, но от этого прям супер красным можно не стать, поэтому позже разберемся. Позицию Елисея я не понял. Елисей, ты жив? А да, он живой, он живой. Мне нужны проверки, я вообще не понял. У меня просто есть ощущение, что у нас красный опять рубится, потому что там восьмого скушать, это у нас классика, по нулю скушать, типа Глебку просто заточить. А седьмой, говорит, я на него отстрел дал. Мне показалось, просто отстрел он девятого был. Вот я как думал, так и показал. Что, я показываю отстрел минус один, тогда пять показываю, он минус два, тогда что ты вообще сейчас проговорил на своей речи, выставай в меня с такими аргументами. Что это было? Вот это игрока выставили сейчас и проголосовали восемь девять свободным голосованием. Я по аргументу сказал от того, что с тем посидел вот так, он более красный, чем игрок номер два. Тем более, только погорел игрок номер два. Ты сказал 2-7 вместе черный. Седьмой отстреленный. 2-4-7 команда или что? Комиссары не будут скрываться, чтобы мы наконец-то выиграли эту игру, они сидели и слушали те помои, которые здесь сидят. Комиссар 4-5, проверка. Я уйду с этого стола, я оставлю противец игрока номер девять. Ну так, ну лисей. Кого проверил? У меня три черный, из-за этого я хотел показать, что три не комиссар. Хотел скрыться пять раз. Хорошо, я не перейти его. И теперь шрифт Эдди, но... Я краска. Глеб, я сказал, оказал поддержку, потому что в нее все едут. Это не в игре, Глеб. Юра сказал то же самое. Я поэтому не краска у тебя. А еще я выстрел первого. Все. Ну да я мафом, получается, признался. Что это за аргументы, Глеб? Ну просто ужас. Ну реально, Глеб. Ну ужас. Все, у нас шрифы типа 1-10. Сейчас между в 8-3 играем. Все. Шрифы 1-10. Между 8-3 играем сейчас этот круг. Спасибо. Я вообще не очень понял, что сказал игрок номер семь на своей уходящей речи. Там была вообще какая-то имба. Он кого выставил? 1-3-9? Я не очень вообще понял все это логики. То есть, ну типа, я не знаю, на 4 игрока не посмотрел. 8 игрок более, получается, красный, чем 9. Хотя там можно посмотреть. Но там типа не сильно, ну, неоднозначно. Короче, смотрите. Я думаю, что с двойкой никто не поиграл. Она скорее красная. Я сказал, что один у меня не красный игрок, что говорили игроки 7-8. Потом 9-10. Кто-то один из них. Не знаю. Про предыдущую игру зачем ты говорил игрок номер семь? Я думаю, что игрок номер три скорее красный. Потому что игрок номер пять по своему стилю не часто говорит, что игрок черный, игрок красный. Игрок пять может быть черный. Игрок три вряд ли. Пока пять черным не кажется. В 4-5, 4 менее красный, чем 5. Но я вообще не уверен, что типа много мафов с 1 по 5. Вот. Клаузи, Клаузи. Я ни разу не сказал то, что 5-6 черными считаю. Просто я сказал, ну если ты красный, ты говоришь, оказываешь поддержку 2. Почему ты ее не берешь в команду? То есть, что значит оказать поддержку 2? Я этого не понимаю. Понимаешь? Я этого не понимаю. 6-й игрок тоже оказывает поддержку 2, но тоже с ней не играет. Мне это непонятно. Вот. Девятый игрок играет 1-2-3-6 на нулевой круг. Ну вот. И вы хотите мне сказать мирный город, то что 1-2-3 все красные? Вы мне это хотите сказать? Кстати, игрок номер 6. Вы говорите, думайте, что я больше красный. Я здесь действительно красный. И считайте то, что 2 здесь больше красное, где 2 открывает стол и говорит 8 уходит. 8 уходит. Ну как может быть и 2, и 8 больше, ну типа вместе больше красным. Я этого не понимаю. Сделаю вот так вот. Игрок номер 2. Не знаю, честно, не знаю ваш цвет. Я не знаю ваш цвет, но вы жестко проатаковали меня. Моя рука сейчас в девятом. Вот. Я уже говорил, я хотел подняться с девятым игроком на ноль. Мне не дали этой возможности. Молодой парень на первом боксе, который свой черный скрывает тебя не смущает? Вообще никак? В девятом его рука. У тебя все хорошо? Смотрите. Ах, четвертый выставили. Парень говорит, это что, команда 2-4-7? Я говорю, по твоему аргументу, 2-7 мог быть двойка. Вторую черную не посчитал, заиграл 1-2-3. Какая 2-4-7 у него команда от меня получилась? Я не понимаю. Протокол 9-го за то, что у него 2-4-7 команда. Ни разу такого не сказал. По такому аргументу, по-твоему, 2-7 могут быть вместе с черными. Но я посчитал вторую красный и заиграл 2. Сидит атакует меня за 2-4-7 команду. У тебя нормально все? Вот, ребята, на 4-8. Мы в мафию играть пришли? И во что? Все, я не знаю. У меня восьмой правильно черный, но я хочу в 4 поставить. Вот за этот аргумент я хочу в 4 сильно поставить. Ты мне объяснишь, зачем ты это делаешь после игры? Че? Три черный. Три уходят со стола. А зачем? Ну вскрощи ты сам с 3 черный. Я комитар, у меня пятый красный проверенный. Все. Интересно. У меня 3 черные проверки. Из-за этого я посчитал, что 4 красный. Я думаю, что 5 красный. 2-3-1. 2-3-8. Блять, короче, я тельтанул. Ну зачем ты это делаешь? Зачем ты меня вскрываешь? Ты понял, что у меня проверка 3 черного? А кто? Ты говоришь 10 комиссару, у которого 3 черная проверка. Так он говорит, что ты Дон. Ирок номер 10. Успокойся. Пятый сказал, что ты сейчас уйдешь. Если ты не заметил. Смотрите, но это неадекватно. Вы слышали речь? Вот давайте сейчас по полочкам мы разберем речь 8 игрока. Я не шериф. Я хочу голосовать в игрока номер 8. Смотрите, сейчас я говорю, я подозреваю 2. Выставляю 2. Нет, даже не важно. Бонгер, какой он 8? Он... Выставил 2 человек. Я вскрылся уже на тот момент. Сказал 3 черный 10 шериф. Буду голосовать в 9. У человека 4 мапа на столе. Просто. Но если он на красном, я не виноват в этом. Ты сказал, 10 шериф, 3 черный выставляют 2, голосую в 9. У тебя черная команда 29. Все, команда найдена, сняли в 8. Просто невыносимая. Я в 8 голосую лично. Мне без разницы, куда вы голосуете. Я голосую в 8. vadiar в 8. Звучит слова. Звучит слова. Звучит爱. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Бонгер! Успокойся! И всё! Успокой своё эго сейчас! Это важно! Бонгер! Это эго называется! Успокой его! Элисей! Ты Дон! Ты проверку свою сейчас даже... Показать мне не можешь! 8 черный! 8 черный! Ну вот... Ты можешь делать вот так вот сидеть? А я чё делаю сейчас? По-двоему, и до этого что делал? Так, я тебя замутил... Да, короче, весна у тебя 5 красный, 1 красный... Ну а сейчас можно... Ну а сейчас можно... Пять 8! Вполне! Спасибо! Так, смотрите! У нас получается, что... Если 2 лже-шериф, то получается, что у нас команда 2-3-8. А если у нас 2 комиссар, а лже-шериф 10... Первый не комиссар, правильно я понял? Если у нас комиссар 10... Подождите, если у нас... Если у нас 2 Дон или там кто угодно, то 2-3-8 получается, правильно ли, Элисей? Если у нас 10 Дон, весна, то 1 не в команде с 10, правильно? И 5 не в команде с 10, правильно? То есть получается 3-6-8-9, где, скорее всего... Ну, 5-й правильный красный, говорят, что 3 не черный, правильно? 3 красный, Клаус, правильно? Получается, команда 8-9 и 10-й дает своего? Ну а что я бы еще делать, с другой стороны? Пиши, я игру красный! Бангер, как тебе вариант мне голосовать 2 в этот круг? Голосовать 8. Я просто думаю, 4-8, мне 2 красных игрока. Вторая еще может быть шерифом. Ну, сомнительно такая версия, но пока можно. Потому что у нее 1-5 красный, 5-й грышует 3, 10-й черный. У нее в 6-8-9 двойка. Я хочу снять 8-го, поэтому 9-8 не вместе. Поэтому у нее 6-й обязательно черный. 7-й сказал на 0, что 6-й больше красный. Я на 0, 6-го не заподозревал. Поэтому шерифту 2-го игрока мне пока не вкусно. Но я думаю, что лучше между 4-8 голосов. Я только что объясню, в смысле, спрашиваю, почему. Потому что команда выходит 6 точно черный, 10 черный. Кто-то между 8-9, я красный. Восьмой, конечно, потенциально может быть двухсторонним. Можно быть двухсторонним. Но 6-й, 7-й круг сказал, что 6-й больше красный. Я 6-го не атаковал. Четвертый. Четвертый. 8. Черная проверка. Я показываю в самом начале. Вы убили 4 на прошлый круг. Сейчас уходит 8. Либо 3. 2-3-8 это команда. У них 4 уходил черным. Они поставили руки в 4. Правильно? Кто черный? Кто? 8-9-10 команда? Все, 4 черный у них. 8 ушел. Что за бред? Что, Глебани-то там показываешь в первой балбе, а вторая говорит, снять 8? Я сниму 8. Все просто. Знаете, вообще безопасно было бы здесь вообще 10-го снимать, на самом деле. Чтобы 3-3 не прилететь. У меня есть версия, где у меня есть версия, где 4-й был красный, где у нас может быть оставаться, где 10-й дает и 3-го, и 8-го, они оба красные. Где 9-й поплыл и говорит, мне 2-я невкусно, Шериф. Мне невкусно. 10-й черный. 8-й, но в него слишком много атаки. Я просто не понимаю. Не можем ли прилететь в 3-3 просто? Мне кажется, безопасно 10 снять, чтобы 3-3 мне точно не было. Точно не было. А в городе у нас только одно Шериф, я правильно понял? На одно? На одно. Я сказал, пятый точно красный. Он свой, третий. Он... Кто? Кто у них черный просто? Кто я? Я думаю, вон... Я встаю. Выбирайте 2-3. Это просто шутка. Вам игрок номер 2 не может сказать, кто черный. С ее позиции черный здесь сидит, только игрок либо 5, либо 6. Кто черный у тебя? У тебя 8 двухсторонний черный. Игрок номер 5. Кто черный? Скажи мне. Ты красный? Кто у тебя черная команда? Скажи мне. Кто у тебя черная команда? Кто? Команда 2-8 это абсолютнейший абсурд. Игрок номер 2 просыпается на предыдущий круг, говорит, 8 уходит, 8 уходит. Я ее выставляю, она говорит, что я Шериф, 5 проверенный красный. Писать 2-8 это бред, это полный бред. Игрок номер 10 вы, конечно, можете эмоционировать, да, повышать голос, но вы здесь черный. Вы здесь черный. Я думаю, что 9 здесь черный. Игрок номер 2. Вы здесь точно Шериф, проверьте, пожалуйста, игрока номер 9. 1-5 у вас красный. Я думаю, что игрок номер 3, скорее всего, здесь красный. Игрок номер 4. Игрок номер 4. Игрок номер 4. Продолжение следует... Черный в этой игре, если что, игрок номер 2, вы если что-то рисуете, то рисуете нормально. 8, 9, 10 команда у вас. 2, 3, 8. Черная команда. Проверил 3 на первый круг. Потому что мне показалось, что у 5 за крышу есть какие-то вопросы. Я хотел проверить 7. Но я подумал, что цвет 3 даст мне больше под 1, 2. 2 поговорило. Отвратительно на нулевке. Я не знаю, игрок номер 5 это 4 маф. За дефол 3, 2 оказал поддержку. Игрок номер 3 красным. Это не дает ни одного цвета. Не дает ни одного цвета. Это полный бред. Игрок номер 10 здесь точно черный. Игрок номер 2. Пожалуйста, проверьте игрока номер 9. Соответственно, если 9 оказывается красным, у вас мат победа. То, что игрок номер 1 вытворяет, да, вскрывается 8 черный, ну ладно, это на его совести оставим. Я не думаю, что игрок номер 10 давал бы своего черным-черным на первую ночь. Это бред. Поэтому я думаю, что игрок номер 3 здесь красный. Соответственно, 1, 3, 5 здесь красный. Как бы в игроке номер 6. Но он заиграл 3, 5 с двумя красными игроками. Он больше красный, чем игрок номер 9. Каким уходил игрок номер 4, понятия не имею. Я еще на предыдущий круг определился шерифством. Я голосовал в 10 игрока 1. Двухсторонний черный. Игрок номер 10 говорит. Где 2 просыпается, выставляет меня, я выставляю ее. Она на меня агрится. Отличная коммуникация двух черных. Спасибо, пас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что у нас? Какая проверка весна? 9? Чего? Замечательно. Ну и все, игра закончится сейчас. А, 9 выставлен. Пасты. Ничего не хочу сказать. Смотрите, у вас аргумент 6, больше красный, потому что заиграл 1, 3 красных, а я заиграл 1, 2, 3 и 6. Поколите 2, 9. Я думаю, вам нужен ход, ребят. Поколите 2, 9. Будьте друзей. Смотри, Бангер, ты красный, двусторонний, тебе надо попилить. Игроки 2, 3 должны... 2, 3, 5 вы меня должны поставить в руку, потому что пятому я не доверяю, после того, что он наделал. Вот. Да и пятый двусторонний. Понимаешь, что волос тебя это не спасает? Поэтому 2, 3, 5 поставит руку в меня, 1, 6, 9 поставит руку в руку. Спасибо. Да не, лосс, как вы не застрелялись, скажи лучше. Да вторая точно шрифт, но лосс, ну какая 2, 3, 8, что угораешь, но это нереальная команда. А вторая выстрела 8, выстрела с 8-ым черным, потому что сказал, что у нее 5, 3, 1 и красный. Ну нет команды 2, 3, 8. Я просто хотел вторую запаковать за проверку 1 красный. Просто снять 2, просто получить эстетическое удовольствие. Я черный вскроюсь с 2 черным, весна, пойми. Я просто вскроюсь с 2 черным, я вижу, что ты вскрываешь все в этой игре. Десятый не будет вскрываться, меня все назвали красным, я скажу 2 черным. И сниму 2, всеми руками. Че, в ЛС, это двусторонний маф, есть такая инфа. Проверенная, кстати. Ну, 3, 9, 6 поставят в 2, остальные в 9. Не, а зачем 2? А зачем 2 пилить, если можно 3, 9 поднять просто и все. 3, 9 спокойно, эта игра выиграна вообще, просто вот так вот. 2 не сострела. Ну, типа, я не верю в то, что 9 типа мажутся, что 2 типа мафа за столом и специально не стреляют. Ну, 9 бы точно стрелял, если бы он один маф был, он бы точно стрелял. У меня 6 больше красный. У меня, ну, у меня только-то поднимать безопасно 3, 9. Какой попил? Чтобы безопасно, чтобы они не сломали 3, 9, могут меня ломать. Клаус, покажи лучше ты, какой попил лучше, понимаешь? Ну, вот выиграна игра, как бы так. Можно 1, 2, 3 ставят в 9, а 9 нет, 2, 3, 5, 2, 3, 5 ставят в 9, все остальные в 3. И поднимаем двоих, игра выиграна. 2, 3, 5, голосуют в 9. А можно один вопрос? Почему я чернее, чем 6? Я просто готов встать сейчас, но потом 6 вы ведете. Не, 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 я не претендую. Я просто встаю с 9, давайте еще раз. 2, 3, 5 ставят в 9, хорошо, я уйду. 2, 3, 5 в 9, я помню так только что искал. 2, 3, 5 в 9, 1, 6, 9 в 3. Просто 1 проверенный красный, 5 проверенный красный, я красный, у меня только 6 может быть, правильно? Все. Вы говорите 6, 3, 1 маф. Если 9 не рофлит и специальный сострелялся, чтобы мы тут начали вот сейчас вот накручивать. 2, 3, 5 в 9. Я просто думаю, Юра тоже красный, у меня 4 шел черным, честно говоря. 2, 3, 5 в 9, все остальные в меня ручки. Все классы в меня. Бонгер, ты ставишь мне лайк, Юра мне ставит лайк, и ты, Лос, ставишь мне лайк. Спасибо. Поехали. Я просто ПТСов хотел, хотел посидеть, честно. Лос, скажи, что ты маф, и все в тебя руку поставят, скажи, что я не маф, и тогда они очки получат. Что ж ты людям ПТС это руинишь? Давайте так же продолжаем. Продолжение следует... ну чё ну чё ну клаус ты тоже надел на дело он 3d10 спасибо ладно да мне получилось весна проверишь 6 до если игра не закончится просто может быть игра не закончится ладно яма в девятом десятом и думали разбежаться хотели сделать все красиво елисей ехал в меня такой был план еще по нулевки или сей все это рассказал 4 запаковали красным так все было 4 запаковали красным и Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю, Клаус, ты тут решаешь, как бы, крыша до 3-го, сказал 10-й, тот не дал мне снять 2. Все, ну, твои правила, решай. Клаус получился красным, он решает. Ты, ай, дожди, будешь оставлять, Клаус, сам решай, про-ля. На самом деле, надо было эту игру проиграть, когда я сказал, либо проверка 6, либо 6-9 встали. 10 был комиссар. Смотри, Клаус, я красный. 2 сказала, что 5 красный. Это значит, что 5 точно красный, значит, 2 черный. 10 был комиссар, это Руфл не скрылся на второй ночи еще. Сказал 8 черный. Короче, что сделал 9-й, когда уходил? Почему он сказал 3-9-10? Почему он реченьку не оставил? В общем, я не знаю, надо было пилить 6-9, проигрывать 2-2. Я не могу... Первый, когда просыпается, 2 дает проверку, 1 красный, он говорит, 2 уходит. Подняли 8-10, попилили. Но попил хороший был. Я думал, что 8 был черный вместе с 10-м. Потому что 10-8 черный, я думал, что 10 бетон черный. Ну, короче, не знаю, надо было 6-9 пилить и проигрывать 2-2. Так, а с кем я черный? Что вообще происходит? Я с 5-ым черный, по логике? 3-9 ушли, какие-то несострелы. 8-10, там, 8-й все-таки черный. Ну, вот понятно, как бы команда уже 6-9-10, уже все понятно. Каус, я надеюсь, ты не рофлишь, ты не поставишь меня? Ты, надеюсь, не рофлишь? Я проверила 5, ты показывал всю свою первую речь. 5, 5, 5. Я проверяю 5, в первой речи своей говорю, просыпаясь на следующее утро, говорю, 5-й красный, просто без аргументов, говорю, у меня 8-й скорее черный, который тебя атаковал. И думаю, что 5-й красный. Намек даю, мне кажется, я так спалила, что я шериф. Даю намек, что я шериф. Проверяю, как ты просил первого красным, который меня еще хочет закатить. Десятый вскрывается с третьим проверенным черным, камон. Ну, типа. Не знаю, мне кажется, тут математически выграно. Просто 3-3 бы уже наступило, если бы с кем я там мафом просто, даже с кем я мафом. Если даже рассматривать, все-таки, конечно, очень смешно и угарно, но с кем я мафом. Десять комиссар, ты можешь себе представить, десять комиссар. Так, я поставлю в шесть руку, все, поставлю руку в шесть. Да, Юр, да. Смотри, если весна дон, пусть она выиграет эту игру. Юр, я говорю. Попили 6-9. Попили 6-9. Причем я сказал проверка в шесть. Юр, типа, я сказал, как можно было третьего проверить? Проверь только пятого. Игроки 4-9 просто речи скиппули. Как я должен это быть? Игроки 4-9 просто речи скиппули. Все. Да, Юр, я считаю, что если он шрифт, он заслужил татуус. А чем заслужил его? Я его чем заслужил? Так, если он мафт, то ты с ним, понимаешь? Юр, ну прости, ну Юр. Я мафло. 6-9-10 команда. Худшая игра на доне. Если что. Блядь, Клаус. Как? Ты понимаешь, что Юр, я только что взял, раздвинул твои булочки, залез в него, в них и... Два не сострела, дон еблан. Весна, живи, пожалуйста, весна. Юра, ну актер, ну талант просто. Просто не пропить. Да, угадайте. Я просто хотел поставить и всё. У вас почему-то всю игру четвёртый чёрный. Просто не суя, я не понимаю, почему четвёртый чёрный. Почему у вас четвёртый чёрный? Как? 10 может быть комиссарным. Как? Ну, 10 не комиссаров. Да, чувак. Если бы... Елисей, не ближе, стоп, 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 стоп. Просто Юра... 5, Юра, 5! Я не хотел выиграть. Я говорю про четвёртого. Я говорю, четвёртый уходил не чёрным, конечно, 5. Подожди, Елисей. Елисей, секунду, секунду, Елисей. В кого ты поставил руку в... Ой, в кого ты выстрелил в первую ночь? В 5. У нас был отстрел. Я стрелял в 5. Ты в кого выстрелил? Lost. В кого выстрелил ты Lost? По-моему, в 5. По-моему, в 5. У меня на стриме... Чуваки, я на стриме забыл включить заглушку и прям на стриме въебал в 5. Короче, эта игра проигрывается 3 в 3, если мафия состреливается. Вы выводите четвёртого игрока, вы уверены, что четвёртый красный. Ну, десятому нужно просто чуть. Ну, так вы же сыграете в баланс, вы же уведёте восьмого. Там пять уходит, а один ставит руку с нами. Короче, Юр, Юр, Юр. Я ничего не хочу говорить, но у ласта минус 0,1 занесострел. У тебя минус 0,2 занесострел. Бонгер ставил руку, бонгер скрывался комиссаром с проверкой восемь черных. Ну, я не хочу играть в восемь красного. Человек сказал один, два, три. Да ты рот закрой на бонгере. Ты два показывал, уходит. Ты показывал, уходит два. Не, бонгер, отец записал в лучший ход. Ты на попили говоришь, девять самый красный. Какой девять красный у тебя после нуля? Он сыграл, конечно, красный. Клаус, спасибо большое. Юр, Юр, я просто видел, ты очень сильно хотел победить. Понятно, но я был черный. Просто понимаешь, я, короче, смотри. Клаус, послушай, Клаус. Как изначально план? Смотри, как изначально план? Я говорю, я понимаю, что на писта, я говорю, проверка в шесть или шесть-девять попилин, потом уведем оставшегося. Люди разворачивают в три. Я понимаю, что по-другому, если я буду говорить все, что угодно, это не убедит. Я говорю, ну все, три-девять, выиграли, девять ушел. Я такой, ну ладно, я специально отхожу от компа, пока говорят в три. Три заканчивается. Я резко возвращаюсь, думаю, ну пять, если я убью, он оставит замечание, что я черный. Хотя один захочет поставить руку в два, я убью только один, чтобы он оставил замечание. Я сказал один, два, три, двойка. Подожди, подожди, если каждый, кто называет... Того ни разу не сказал один, два, три, двойка. Ты сейчас врешь. Ты сказал десятый комиссар с третьим. Кто поставил в десятого игрока руку, когда вы четвертого заголосали? Я единственный, нет, у него была проверка три черных. У него была проверка три черных. Посмотри стрим и оставил в десять, единственный. Вы все заголосовали четыре. Я вывел четвертого, я вывел четвертого. У вас четыре комиссара. Нет, господа, господа. Я скрылся с проверкой, 8 черный, бонгер скрылся. Я не скрылся. Я не скрылся. Говорил я комиссар, у меня 8 черных. Я показал первый скрытся с проектом 8 черных. Потому что, объясняю ему, вторая просыпается, говорит, та ты красный, думаю, мавк 8, буду ставить руку в 8. Я обращаюсь в 2, ты шри с 8 черным? Она мне ничего не отвечает. Я понял, что она вскрывается с 8 черным. Нет, она вскрывается с 5 красным. Это очевидно было как зель. Нет, она вскрылась и сказала 5 красный в этой игре. 8. Я сказал на тот круг точно шер весна. Потому что, ну, как можно было проверить 3? А ты мне шансов не оставил. Точно шер весна. Я уже, ну, чего понял. Короче, господа, 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 господа. Я предлагаю вспомнить. Господа, просто минутку, 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 пожалуйста. Клаус, хочу, чтобы ты послушал. Я предлагаю вспомнить нулевой круг и следующую речь. Ну, как-то весну все топят. Окажу-ка я ей поддержку. Я хотел победить здесь. Я думаю, нет, сори. Так весну никто не топил. А я не хочу победить. У меня три проигрыша, я не хочу победить, да? Три проигрыша, я шериф и я не хочу победить. Я не хочу баллов положить. Ну, я не хочу побеждать, да? Ну, это фан игра, так или иначе. В смысле фан? Магистрейт, вообще-то, отбор. Ну, ну да, но ты никого не волнуешь. Клаус, Клаус, я посидел по шерифе, ты бы уже в бане был у меня на канале, нахуй. Ха-ха-ха. Попак на волос. Клаус, я бы забанил тебя, нахуй, ствичал. Это последняя игра у нас была? Не, ну, кстати, шерифов можно понять. В смысле? Я бы сгорел все тоже. В смысле последняя? Ну, просто не знаю, до скольки ему, бля. Думаю, такой краснючий три, я не знаю. Ты сказал, уходят в виде красный. Просто человек признался красным. Тебе ж говорю, один, три, пять, точно красный. Он сидит на той и думает, кого бы проверить под стол? Там три черных. Типа, вот она, ребята, кушает. У меня четыре, бонгер скушал. Он сыграл один, четыре. Можно было два, три, пять. Бонгер скушал. Можно было дать пять черным, вообще легко. Нет, четыре красный нет такого цвета. Гораздо проще, чем три. А я бы сожрал. Блин, можно? Ты бы сожрал как-то. Ты бы сожрал как-то. Ты хотел поднимать игроков четыре, семь, восемь. Семь стреляется, четыре, восемь в тебя вдохнув руку просто. Да, почему? Потому что у меня был... Смотри, му, му, му. Нету цвета четыре красные. Объясняю. Четвертый игрок играет один-четыре. Говорит, между два-три точно мав, где я уверен, что третий красный в этой игре, а вторую схавал весь стол. И говорит заочно, что седьмой красный, который стреляется. Он на четвертом боксе сидит. Дай мне слово, я пропаю. Он на четвертом боксе сидит. Что значит? Схавал весь стол. У третьего не третьего. Откуда свет седьмой красный, который стреляется? По аргументу, который неработен. Он говорит, что седьмой, типа... Я пропусти, все будет хорошо. Да все еще. Он говорит, что между два-семь может быть мав, где семь покраснее. Вань, ты на стриме? Это ты там что-то вставница делаешь? Давайте о главном. И плюс на папиле я сказал, что один, два, три, четыре, девять красный. Я считаю, что сегодня Тедди и в большей даже степени в весне было оказано мало поддержки. Это не шутка. Ну, типа, это может сейчас немножко свешно звучать, но это не шутка. Давайте постараемся эту поддержку оказывать. Потому что каждое слово, типа, может быть, ну, остро воспринято. Особенно, когда люди говорят, там, ты там хуёво играешь или не разбираешься. С Глебу много поддержки оказали? Вы каждую игру просто выводите в девятки. Я с Глебом сыграл примерно игр пять, из которых в первых трёх он сказал мне, что я чёрный, а во вторых двух я играл против него в другой команде. Вот. Поэтому я пока теоретически не мог даже ему оказывать поддержку, но я уверен, что это исправится ему. Но большое спасибо, что ты переживаешь за чувства Глеба, потому что, оказывается, ты эмоционально, ну, как бы, не пустой. Не, я когда в игре, я готов сегодня ручку бахнуть, если что. А комиссары понимают... Ты защищаешь Глеба в тот момент, когда Му говоришь о том, что я проснулся, и у меня сегодня насморк, а когда у меня насморк, я выставляю игрока номер восемь. Я считаю, надо сказать поддержку Клаузу, он самый слабый, не может поставить мафору. Я сегодня не завтракал, а когда я голоден, я выставляю игрока номер восемь, а это Елисей. Господа, 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 я не хочу никого пугать, как-то нервировать, какие-то лишние вещи говорить, но за сегодня первое место Бонгер, второе место ВЛС. Живите с этим. Отлично. Так, у меня сегодня было много, ну, у меня сегодня было много черных, а я все выиграл, поэтому... Бонгер, идем в кальянную праздновать. Если без рофлов, друзья, игр еще много насчет инвестистрейта, весна не расстраясь, пожалуйста, ты понимаешь, что я играл против тебя, вот, мы еще обязательно поиграем, и, ну, типа, никакие я не буду говорить неправдания, документы, ты сама все знаешь, да, жаль, что так получилось, я с тобой, я тебя поддерживаю хотя бы в текстовом формате, в таком, типа, если что надо, там, пиши, можем поговорить. Ну, типа, ну, просто была игра уебанная, просто... Я понимаю, почему тебе обидно, я понимаю, что, типа, я иногда проебываю, особенно в лоле игры, не хочется... Так, а ты-то зачем извиняешься, ты мафом был? Мне хочется стол разъебать, ну, потому что я переживаю за весну, это я ее привел за наш стол, типа, со стола стримеров, и мы с ней хорошо общаемся, вот так и относительно. Он был против кого-то играть, ты же не можешь сказать, что пятый мафа второй. Ну, я не оказал ей поддержки в игре, потому что мы в разных командах, зато я могу оказать хотя бы, типа, маломальскую сейчас, вот, потому что я не уебок, а она хорошая. Да нет, это на топ. Че, все идем, рейдим весну? Это во-первых, во-вторых, свет тоже не расстраивается, потому что последние три дня тебя ебут вообще в рот, максимально почему-то, типа, постоянно адресуют тебя черным, но, опять же, я вот был мафом, мне нормально было в тебя проголосовать, но пятый сказал. Вот, хотя я вижу, что играешь по... Мама, ты вообще не прав. Ты устаешь, поэтому горишь, пасуешь, там, выходишь и так далее. Ребят, я ничего не буду говорить в весне, я думаю, она сама все поймет, я думаю, мои сейчас лишние... Много дней подряд, а не потом раз в неделю. Мои слова могут быть лишними, мне кажется, сейчас. В каждой игре, то это через неделю-две-три приведет к тому, что люди будут сидеть либо ровки, как это сделали игроки два-три-четыре. Она эту игру выиграла. Она эту игру выиграла. Либо это приведет к тому, что люди будут очень сильно срываться, типа, там, орать и так далее, и так далее, что тоже не здорово для психики, потому что на длинной дистанции это не приведет ни к хорошему контенту, а ни к качественным играм и получению удовольствия ТБ. Я буду стараться заниматься, насколько это возможно, хотя бы на, типа, один балл из пяти, все остальное больше зависит от вас. Спасибо, что пришли. Что у нас завтра? Завтра у нас какой день недели? Завтра у нас четверг. Ну, в общем, я напишу ночью, кто захочет, то приходите. Такие дела. У меня все. Хорошо. Сидели, братья-ка, отдохни. Я тоже, кстати, хочу по этому поводу сказать, смотрите, есть... Организатор стала Юра. Юра сказал все, что стоит сказать. Если бля, меня в чате только людей уже пишут, какой я урод! Если я, типа, в игре что-то сказал лишнее, я в жизни ко всем отношусь хорошо и... Люди, типа, реально думают, что я это сделал, потому что у тебя кого-то хейч. Клаус. Это пиздец. Клаус, ты очень сильно расстроил человека, который самый не токсичный за этим столом. А, типа... Не расстраивайся. Ну, расстроился? Он меня просто взял с, ну, типа, ором эмоциями. Типа, это при чем? Я был уверен, что, типа, десятый тон. Я был первый... Клаус, тогда скажи после игры... Я был первый, кто играл в ее версии. Клаус, тогда скажи после игры... Игры не я поставил, потому что хочу, чтобы ты выиграл, а я поставил, потому что подумал, что ты маф. Сейчас твое поведение выглядит так, что ты решил зарофлить. Люди отбираются на турнир, кому-то это важно. Если тебе это не важно, пожалуйста, имей уважение к другим. Потому что сейчас твое поведение очень токсичное, которое пишет не только мне. Элисей, сейчас полный бред, если ты думаешь, ну, мне, в принципе, плевать, я все равно это скажу. Если ты думаешь, то, что я поставил, типа, в хреню руку панчик, и потому что тебе ее хейч... Клаус, я знаю, что ты сделал, это не так. Но слова, которые ты сказал после игры, слышались именно так. И это услышал не только я. Так, я сказал, я захотел это сделать. Ну, потому что Юра просто взял, ну, типа, вот этими вещами. Я был всю игру уверен, что она шире. Но в самом конце, типа, Юра просто взял, ну, типа, вот этими вещами. Ну, я могу, типа, ставить руки с теми, ну, кто, ну, у кого там, типа, что-то плохо, чтобы никто, ну, там, типа, не грусть. Скилл вот так, ну, в принципе, могу так сделать. Ну, типа, если хотите. Ну, ребят, зайдите, все поддержите. Считайте весне победу в эту игру. Да что начинает? Да ладно, найдите. Нет, просто, ребят, смотрите. Я, 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 смотрите, ребят, 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 ребят. Вадим, ты собираешь еще? Да, можно, можно. Некоторые, некоторые моменты, типа, действительно могут кому-то принести хорошие негативные эмоции. Ну, просто, ну. Да нет, все норм. Я никого, я никого не виню, ну, просто обидно, типа, просто мы играем. Если бы это была обычная игра, вообще пофиг, кто куда ставит, мне как бы на эти баллы там и так далее. Просто сейчас отбирается, я, наоборот, потею, у меня все три катки слито, все ужасно, типа, тут хоть, ну, типа, нормально отыграли, и математическая победа, и типа, ну, мы ставим вот так. Ну, типа, ну, как бы, просто из-за баллов только, потому что я, знаешь, возможно, даже не отберусь, потому что в последнее время, особенно за черных, реально хреново играю, так что. И плюс весна, ты же не играешь с нами каждый день по 4-5 часов, понимаешь? Да, я понимаю. Поэтому, да, я согласен с тобой. Я согласен с тобой, потому что если ты будешь хуярить 20 часов в неделю, то шанс того, что ты отберешься достаточно высок. Как бы, ну, а ты же не играешь с нами так много, поэтому, да, я понимаю тебя в этом плане. Ну, у вас, типа, аргумент в угодаке, когда Глеб уходил, у вас игрок номер 2 проснулся, выстрел и така номер 8. А игрок номер 8... Да, вторая точно... Ну, похуй на игру вообще, похуй, игра была, игра прошла, все окей. Такое бывает, ребята, ну, типа, разбирайтесь, конечно, сами. Ухо, никто ничего специально, чтобы кого-то здесь уебать не делает, кроме того, когда Волоша просыпается и говорит, я вам сейчас руки оторву, блядь, и куда-то их засуну. Кстати, он не шутит, если что. А я просто подумал, я подумал, типа, давать ему фол, и если я дам, он мне то же самое скажет. Он не скажет, но тебя найдет. Весна, давай играть чаще. Я пойду, ребята. Я пойду, ребята. У нас стол, ты видишь, стал сильнее, типа, и на PlayMafia играть приятно, удобно. Оверолл, ребят, спасибо, что все были сегодня. Завтра я напишу с утра, во сколько будет сбор, когда собираемся, что-то как, туда-сюда. Вот. На этом, в принципе, все. Я отчаливаю, Саша, чтобы позволить. Спасибо, что пришли. Давайте. Вот. Мух. 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 Да-да. Если я буду играть со всеми, какого-то игрока называл красным, и с теми, кого они назвали красным, я должен был бы заиграть. Вот нельзя celebrities. Пошли люди. Н� tayем и мухом. Мухом. Ним. Очень-мухом. Ник, у меня жопа горит Сори 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 Да, Ваня, я увидел, спасибо большое Ребят Сори 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 Чувак сегодня пришел, поуебался, ха-ха-ха, Елисей, как ты смешно играешь, я ему сначала дал таймач, он мне начал писать волос, Елисей, как его хуя ты дал мне таймач, после этого чувак приходит, пишет еще раз, как таймач закончился, Елисей, как смешно ты играешь на мафу, я дал ему пермач, сейчас пишут мне в канале, что я это неадекватное поведение, Чувак, когда тебе дают тайм-аут, ты должен подумать, что ты сделал не так, 10 минуточек на подумать, ты приходишь, делаешь то же самое, все, ты не нужен в этом чате, все достаточно просто, сидишь, отдохнешь. Ну, смотри, The Game, это немножко неправильно. Просто я объясню, ну, свою позицию. Если бы со мной такое произошло, объективно, просто такое было, и мне, типа, очень много людей в чате и впрочем писали, типа, да че ты, не расстраивайся и прочая история, это, ребят, не помогает, возможно, делает только хуже, потому что ты начинаешь чувствовать, что с тобой реально произошло что-то неприятное. У меня, как у, так сказать, бородатого, брутального мужчины, есть немножко свои приоритеты и своя, как бы, истина, что, я не знаю, я не хочу разбрасываться с такими словами и прочая история. Я считаю, что в такие моменты самое правильное это восстановить справедливость, если так можно выразиться, а не просто попытаться кого-то утешить. Я попытался сказать человеку, почему он не прав, человек посмеялся вот на это. Он, вроде как, говорит, я не знаю, мне это впадло, смотреть клипы, читать, изучать, я сейчас не хочу каких-то строчей и прочая история. Но, вроде как, он на стриме сказал, что 6 мафло, и он будет ставить 6. И, вроде как, он сказал, и, вроде как, он чуть-чуть на это голосование сделал, или еще что-то. Это просто смех. Это не серьезно. Как-то так. Как-то так. Вы знаете, моя позиция по Клозу, как бы, я ее никогда особо не скрывал, никогда особо не томил, что мне с ним играть, ну, скажем так, если был выбор играть с ним или не играть с ним, я бы с ним не играл. Но, поскольку мы с ним находимся в одном комьюнити за одним столом, то мы, типа, играем, я пытаюсь с ним миролюбиво существовать и прочая история. Но, когда происходят такие вещи, мне это очень не нравится. Вот, я не люблю токсичность. Я не против фрофлов, я не против шуток. Но, что-то у нас переломилось. Объективно.